В Тверской области продолжается процесс развертывания коек для коронавирусных больных. По словам Игоря Рудени, в Верхневолжье будут установлены более 1300 кроватей с возможностью подключения к ним новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Областная клиническая больница для этих целей уже переоборудовала два корпуса. В срочном порядке своими силами провела ремонт и готова принимать новых пациентов. Мария Шалованова осмотрела палаты, в которые уже через пару дней поступят пациенты. Областная клиническая больница переоборудовала бывший неврологический корпус под инфекционный госпиталь. Там уже лежат чуть более 100 больных с пневмонией при общей вместимости палат на 120 коек. Пандемия коронавируса пока на спад не идет, поэтому за полторы недели в соседнем здании провели необходимые работы по расширению коечного фонда. Бывшее отделение гематологии также стало новым госпиталем для пациентов с вирусом COVID-19. Здесь вместимость порядка 100 человек. Уже на этой неделе сюда поступят первые больные. Здесь три этажа. На первом этаже будут реанимационные палаты, где будут ИВЛ и все необходимое для реанимационных больных. На втором этаже есть шклюз. Там есть чистая зона для персонала, где они отдыхают, работают с компьютерами. Потом через специальные шлюзы проходят в грязную зону, уже в специальной защитной одежде. И первая часть второго и третий этажа чисто как красная зона для пациентов, которые получают лечение. Перепрофилированное отделение полностью отвечает всем требованиям не только для лечения пациентов, но и для безопасности врачей. В каждой палате обязательно установлены камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать состояние пациентов удаленно. К каждой кровати подведены кислородные трубки вкупе с аппаратами ИВЛ. Это сейчас основное оборудование в борьбе с новой инфекцией, как отмечает главврач больницы. Сергей Козлов сам ежедневно осуществляет осмотр больных. Но помимо него оказывает и психологическую поддержку, что тоже важно для успешного выздоровления. Кроме него, постоянное дежурство ведут и сменные группы врачей. У нас лечение некоторые пациенты получают уже три недели. Вот, третья неделя пошла, и уже ряд пациентов готовим на выписку. Для работы в новом инфекционном корпусе уже набрали врачей и медсестер. Для них по поручению губернатора Игоря Руденя уже выделены места в отелях, куда их привозят спецтранспорт. Это сделано для того, чтобы ограничить контакты медиков с членами их семей и соображений безопасности. Горячее питание медики получают несколько раз в день тут же на рабочем месте. Готовить для них вызвались повара из областной больницы. В целях материальной поддержки тех, кто сегодня стоит на переднем фланге борьбы с пандемией, врачей и младшего медперсонала, сегодня предусмотрено существенное дополнительное финансирование за счет средств регионального и федерального бюджетов.